Продолжение следует... Те ссылки, на которые я обычно обращаю ваше внимание, они уже не видны в чате, поэтому я сейчас продублирую их снова. Одну минуту. Пока я буду их дублировать, расскажу про то, что это за ссылки. Первая ссылка – это ссылка на нашу Директ-Академию, на расписание вебинаров. В этом расписании вы можете зарегистрироваться на все вебинары текущего учебного года, вплоть до июня месяца 2018 года. Как вы видите, уже наши вебинары подошли... Расписание наше подошло к концу 2017 года и даже один из вебинаров в нашем расписании – следующего 2018 года. Так что смело регистрируйтесь и все будет хорошо. Вторая ссылка – это ссылка на записи наших вебинаров. Вот только вчера я выложил записи всех вебинаров прошедшей недели. А вообще на нашем видеоканале в YouTube уже 115, если не изменяет память... 215, если не изменяет память вебинаров выложено. Запись этого вебинара, заранее всех предвосхищая вопросы ваши, запись этого вебинара тоже ведется. И он будет выложен, ну, где-то к концу года будет выложен на нашем канале. И еще хотел бы вам представить три вебинара следующих наших прямо в чате. Вот эти вебинары. Первый вебинар пройдет в понедельник, 25 декабря. Это Павел Слесарев проведет вебинар DreamStudy – создание эмоционального образовательного продукта. Это руководитель и создатель системы DreamStudy. То есть это из первых рук вы узнаете информацию о данном продукте. Второй вебинар у нас искусствоведческий будет от Софьи Багдасаровой. Почему в Средневековье любили изображать будто бы беременных женщин или про то, как искусство связано со страхом смерти. Ну и третий вебинар в среду будет мой. Да, я забыл обратить ваше внимание. Вебинар Софьи Багдасаровой, в отличие от всех остальных наших вебинаров, пройдет в 11 часов. Не в 12 часов по Москве, а в 11. Ну и 27 в среду будет мой вебинар «Записываем учебный видеоролик сами. Продакшн». Вот, собственно, и все, о чем я хотел вам сегодня сказать. А теперь я передаю слово Татьяне Телегиной для сегодняшнего нашего вебинара. Татьяна, прошу на связь. Уважаемый коллеги. Добрый день. Уважаемые коллеги. Добрый день, Павел Юрьевич. Рада приветствовать вас этим, не знаю, как у вас, но у нас прекрасным зимним днем на нашем вебинаре. И по традиции начнем с проверки связи. Уважаемые коллеги, поставьте, пожалуйста, три плюсика в чат, если меня хорошо видно, слышно и видна презентация рабочего стола. Отлично, спасибо. Ой, прямо азбука Мурза пошла у меня в наушниках. Спасибо большое, коллеги. По поводу материалов. Все презентации, которые сегодня будем смотреть, о которых будем говорить, они выложены в открытый доступ в папке «Ресурсы». Наверху папочка, среди значков на верхней панели. Напоминаю еще раз, на всякий случай кто-то мог забыть. Щелкаем по папочке и скачиваем ресурсы. Когда скачиваете презентацию, нажимайте не по ссылке, нажимайте «Щелкать по дискетке», тогда она скачается. Наталья Витальевна пишет, что уже скачали. Да, опытные вебинаристы заходят уже, скачивают. Значит, да, спасибо, Вероника Иршатовна, про вопрос с планшета. Коллеги, сегодня мы будем смотреть не просто презентацию, а я буду какие-то моменты показывать с помощью показа рабочего стола, потому что в действии лучше запоминается, и лучше потом будет смотреть записи. Значит, если у кого-то вебинар смотрит из гаджетов, планшеты, смартфоны, сразу предупреждаю, может плохо работать, либо не сработать показ рабочего стола, не расстраивайтесь. Ничего страшного, просто тогда этот момент просто слушаем, и потом можно будет посмотреть в записи. Ну, это вот такая особенность техническая, это же не от меня, к сожалению, зависит. Значит, у кого-то со звуком что-то, звук стихает. Следует коллеги, еще раз вопрос, проблема только у Любови Васильевны или еще у кого-то? Если у кого-то еще есть, поставьте, пожалуйста, минусики в чат, на что какие-то проблемы со звуком. Ну, скорее всего, это технические, не на нашей стороне, вроде у всех все нормально. Ага, спасибо, Татьяна Викторовна, вот, почти полная коллега, тезка коллега. Отлично, ну, тогда мы с вами начинаем. Сегодня мы поговорим с вами о презентациях PowerPoint, ну, как всегда, в практикоориентированном формате. Я буду показывать различные приемы, немножко о них рассказывать, ну, и посмотрим, часть из них, посмотрим, как оно работает в действии, где это можно будет применять. Значит, сразу смотрю на титульный слайд и понимаю, что-то у нас произошло при перезагрузке. В презентации все было нормально, а здесь у нас так загадочно название вебинара проявилось PowerPoint, приемы презентаций, да, быстрого создания качественных презентаций. Ну, это не страшно. Тогда идем с вами дальше. Сегодня мы поговорим о трех вопросах, о трех моментах, на которые чаще всего мне задают в последнее время вопросы. Это как создать красивый фон, как вставить картинку, как разные фоны сделать для своей презентации из картинок. Что еще можно сделать с фоном, это использование элементов анимации и как можно с помощью презентации PowerPoint, ну, это уже так, подход к новогодним праздникам, когда будут различные проводиться мероприятия, вот как сделать викторины, игры, какие-то тесты, да, с помощью презентации PowerPoint, так, чтобы это было интересно и красиво. И главное быстро, да, у нас сегодня ключевое слово быстро. Про структуру слайдов, про количество текста, про картинки, про цветовое оформление. Мы уже говорили на предыдущих вебинарах, было у нас, по-моему, два вебинара по презентациям, это было еще в прошлом году, наверное, в начале этого. Поэтому на этих вопросах мы останавливаться не будем. Сегодня пойдем посмотрим такие интересные приемы, как сделать свою презентацию более интерактивной, более интересной, как ее можно использовать не только как иллюстрацию своего текста, текста лекции, которые мы даем, но и как можно из этого сделать какие-то интерактивности. Да, либо более интересной, чтобы у наших слушателей не возникало вот такого ощущения, когда они смотрят слайдумент вместо презентации, то есть текстовый слайд на 144 слайда, а мы еще монотонным голосом при этом его повторяем. Как можно разнообразить работу с пауэрпойнтом. И начнем сразу, перейдем к практике. Фоны и изображения. Как сделать фон из картинки. Можно, конечно, пользоваться и теми шаблонами оформления, которые есть уже и встроены в пауэрпойнт. Ну, это считается не очень хорошо, да, стандартное оформление, одни и те же, один и тот же дизайн на 115 презентации, особенно когда идет защита творческих работ, либо защита курсовых проектов. Если одно и то же оформление идет по десятку презентаций, то это, конечно, не очень хорошо. Ну, и на выступлениях тоже хотелось бы как-то более заявить о себе на публичных выступлениях, во время тех же выступлений на конгрессах, например, на конференциях, то хотелось бы что-то особое. Ну, во-первых, есть база бесплатных шаблонов для создания презентации в пауэрпойнт. Можно пользоваться ей. Ссылку я дам, скорее всего, на следующем вебинаре. Если это будет интересно, вы мне в конце, пожалуйста, напомните. Сегодня я ее попридержу немножко. Там достаточно большое количество разнообразных шаблонов, нестандартных шаблонов. Можно, конечно, пользоваться ими, но можно создавать что-то свое особое, если ничего не подошло, либо хотите показать свою индивидуальность в своей презентации. Как сделать фон изображения, чтобы он получился вот так на весь слайд, с текстом, картинка сзади. И это был бы действительно фон, который можно потом либо вставить во всю презентацию одну картинку, либо менять в зависимости от необходимостей. Вопрос. Коллеги, как сделать этот фон? Так, я смотрю, у нас что, со звуком проблемы? У всех или не у всех? Ага, просто вставляла, подгоняла по размеру, растягивали. Ага, отлично, спасибо. Просто когда начинают идти вопросы про звук, я начинаю немножко нервничать. Через вид образец слайда. Ага, хорошо. Дизайн, фон, прозрачность задать, выделить слайд, правой кнопкой выбрать рисунок. Да, Галина Ивановна, вот самый... Загружала картинку фон. Да, 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 коллеги, много вариантов есть. Самый лучший вариант, да, это загрузить картинку фон. Как это можно сделать? Покажу здесь. Так, сейчас. Что у нас, маркер, да? По слайду щелкаем правой клавишей мыши, вызывая, в выпадающем меню выбираем формат фона, у нас открывается вот такое меню. Я показываю на PowerPoint 2013. Открывается формат фона, область. Здесь выбираем заливку рисунок или текстура. Загружаем файл из своей папки, ту картинку, которую мы хотим поставить. И если есть необходимость, и все, она у нас уже встраивается в фон. Чем это удобнее, чем просто брать картинку, накладывать и растягивать по размеру. Во-первых, экономия времени. Да, наше ключевое сегодня слово «быстро». Во-вторых, вы избегаете неприятностей с искажением картинки. Здесь она сама встраивается. Но имейте в виду, я с этим уже сама сталкивалась несколько раз, края могут обрезаться. Поэтому, если у вас какие-то значимые детали есть вашего рисунка, которые должны быть на фоне, имейте в виду, что они могут быть обрезаны. Поэтому, если размер большой. Поэтому, пожалуйста, имейте это в виду. Либо подбираем тогда другую картинку. Ну, скорее всего, именно этот вариант. Но будет обрезано. Устанавливаем процент прозрачности, если это необходимо. А это бывает необходимо при наложении текста сверху. И если я хочу, чтобы эта картинка была только на этом слайде, все, я на этом заканчиваю, она вставилась, я работаю дальше. Если я хочу, чтобы эта картинка проходила по всей презентации, такой единый фон, единообразное оформление, тогда кнопочку не забываем применить ко всем. Но поменяется фон везде, включая все ваши титульные слайды разделов и прочее. Поэтому вот этот момент держим. По поводу текста. Смотрите, три варианта текста я здесь привела. Если мы оставим просто текст поверх картинки, хотя здесь прозрачность у нас была, по-моему, 50%, поэтому вот если мы оставим просто текст, вот как слово планирование здесь написано, да, он может сливаться с фоном, особенно если у вас там есть какие-то цвета, когда слишком светлый фон получился. Поэтому лучше выделять, вот здесь применять выделение тенью. Делаем тень для шрифта, и вот видите, он не изменился, но он стал более видимый, более такой наглядный, отделяющийся от фона, иначе он с ним может просто сливаться. Либо выбираем другой цвет, и тоже можно попробовать сделать тенью. Поэтому вот три варианта здесь я привела, как один и тот же текст, но в разном написании может выглядеть на фоне. А если вы еще не делаете прозрачность фона, ну вот видите, обратно вернусь, да, здесь я ничего не делаю, я просто вставила картинку фоном и сделала такой-то более наглядный шрифт с помощью тени. Это самый простой способ. Мы говорим сегодня о простом и быстром. Ну вот тогда мы получаем, действительно можно получить очень интересные, очень индивидуальные презентации, хорошие шаблоны. Потом, если вам нравится это оформление своего слайда, своих слайдов, вы можете его сохранить у себя в шаблонах и потом использовать для других презентаций. Еще один интересный момент в оформлении фона. Мне как-то попался, я его попробовала, мне понравилось. Но, опять же, использование его ограничено. Конечно, на защитных презентациях для курсовых работ делать этого не стоит. Сама участвовала, была членом комиссии на защите курсовых работ. И знаю, что это такое, когда очень много анимаций, когда очень много движущихся элементов. Презентаций много, студентов много. Это устаешь очень сильно. Поэтому, если мы говорим об учебных презентациях для защиты курсовых, дипломных проектов, магистрских диссертаций, вот здесь лучше обойтись без анимации. Я студентам всегда говорю, ребята, лучше статика. Для творческих работ, для докладов, для выступлений, да, там можно применять эти эффекты. Этот эффект я сейчас вам покажу. И так, исчезла у меня Игорь Беляев, да, написал, что лучше смотрится на полупрозрачной плашке, текст на фоновом изображении. Да, но как-то в последнее время плашки считаются не очень хорошим элементом дизайна. Пошли рекомендации от специалистов, от профессионалов, что плашек лучше избежать. Да, согласна Игорь с вами абсолютно. В некоторых случаях, несмотря на то, что это, да, как бы начинает считаться мавитоном, но плашки, плашки нас спасают, плашки нам помогают. Да, можно делать подложку под текст. И вот этот вот фон, следующий я вам покажу. Вроде бы ничего себе, да, обычный, обычный фон, на фоне гор, ничего не происходит. А вот сейчас я вам покажу, попробую включить показ рабочего стола и посмотрите внимательно, как этот фон на самом деле выглядит. Сейчас я включаю показ рабочего стола и вы мне скажите, видите ли вы мою презентацию. Так, все, вернусь обратно. Ага, да, все, отлично. А вот теперь давайте посмотрим на этот фон. Сейчас я до него доберусь. Ага. Вот. Здесь я сделаю небольшую паузу, но просто посмотрите внимательно на экран, что происходит с фоном. фон у нас начинает двигаться. Да, вот это вот ощущение движения, эффект движения, плавное перемещение фона, объект стоит на месте, на названии темы, а фон у нас смещается. Вот для каких-то творческих выступлений, для того, чтобы сопроводить свои слова. Да, и вот заново можно делать свои слова каким-то движением, да, на фоне, то вот можно применять вот такой вот эффект, это называется динамический фон. Сейчас я вернусь назад, посмотрю, что у нас здесь происходит. Здорово движение, да. Да, Залина Зелимхановна, на экране мобильного или планшета я говорила, что это может быть, может не проявляться эффекты, ничего страшного, потом можно посмотреть. Да, происходит смещение фона. Как это сделать, спрашивает Наталья Владимировна. Показываю, как это делается. Простая абсолютно вещь, очень легко делается и очень быстро, самое главное, то, что для нас нужно. Мы берем, создаем какой-то объект, помещаем его в центре. Да, ну вот, я взяла, например, там песни Высоцкого, вот взяла фотографию, там какой-то небольшой текстик, вот я этот объект помещаю на слайд. Затем я подбираю подходящую картинку, загружаю ее не фоном, я ее загружаю целиком, вот тот самый способ, который одним из первых сказали, просто вставляю картинку, а потом растягиваю ее по размеру. Лучше брать картинку большую по размеру. Да, этот слайд будет тяжелый, он будет утяжелять презентацию, это тоже имейте в виду, когда вы где-то выступаете. Растягиваю ее. Вот видите, она у меня гораздо больше, чем сам слайд. Я ее увеличиваю, лучше всего, чтобы она выходила, вот такие небольшие нюансы, когда сама делала такие фоны, вот я с этим столкнулась. Нужно, чтобы она была больше, чем слайд. Ну, в зависимости от того, куда вы хотите делать движение, по каким направляющим, горизонтальная или вертикальная, то она, соответственно, должна быть, если по горизонтали, то шире, чем слайд, а если по вертикали, то намного выше. Растягиваем ее, затем переходим в раздел анимации и выбираем вот здесь путь перемещения линии, «Другие пути перемещения». Открываем меню анимации, выбираем «Другие пути перемещения» и «Линия». Линию выбираете горизонтальную или вертикальную, в зависимости от того, куда вы хотите ее двигать. И вот она у нас, вот она, если посмотрите на фотографии, вот она у нас здесь уже проявилась, направление движения, вот оно у нас есть. Вот оно. Вот если уберу, вот красная стрелочка, все нормально. Мы ее ставим на фон. Так не на сам объект, а на фон. И дальше мы просто выставляем вот здесь. Начало движения можно делать после предыдущего, либо по щелчку, либо с предыдущим. Я поставила с предыдущим. Мне так удобнее. Сразу открывается слайд и сразу начинается движение. Вы можете немножко варьировать, в зависимости от своих целей и задач. Можно поставить и по щелчку мыши. Сначала статично, а потом вдруг начал двигаться. Затем я открываю область анимации. и здесь проверяю, выставляю время. У меня стоит на 40 секунд продолжительность. Это время движения. Сколько будет двигаться картинка. Если надо быстрее, то делаем меньше. Если надо больше, то делаем больше. Здесь стоит до повторения, до окончания слайда. Можно поставить до нажатия кнопки. И далее, если у вас идет, вы используете командные кнопки. С предыдущим. Время до окончания. Окей, все, наш слайд готов. Вот он пошел у нас двигаться. Здесь все достаточно быстро. Всего одна анимация, простая анимация. Больше времени уходит на подбор хорошей картинки, по-моему. И все, и она у нас пошла двигаться. Но если вы делаете, обратите еще такое внимание. Вот на что внимание. Если вам нужно, чтобы слайд двигался какое-то определенное количество времени, и чтобы у вас не возникали вот здесь, слева, например, слева направо, он движется, не возникали пустые места на слайде, вот он прошел свое движение, начал заново, мы сам слайд не видим. Если у нас вот здесь будет вровень со слайдом, почему я говорю, берите картинку намного больше, чем сам слайд, и устанавливайте, здесь можно прямо вровень со слайдом поставить, с правой границей рисунок. А здесь, откуда движется слайд, должен быть большой запас самого изображения, накрывающий слайд, потому что иначе у вас будут оставаться пустые места, слайд, белый фон будет вылезать с самого слайда. Картинка прошла, и у вас может вылезти вот так. И кусок слайда зрители будут видеть, это очень некрасиво, нехорошо. Поэтому здесь самое главное только подобрать большую картинку, установить ее правильно, поставить одну простую анимацию, поставить на у вас произвести, тоже хорошая кнопка, прямо здесь может нам показать, вылезает у нас что-то или нет, если необходимую картинку увеличиваем, либо передвигаем, все, наш фон готов, то есть срок изготовления этого фона, ну, минут 5, ну, максимум 10, когда мы это делаем в первый раз. То есть вот такая вот достаточно простая штука. Ну, выглядит хорошо. Светлана, сейчас я немножко посмотрю, что у нас в чате произошло, в то время, пока мы тут двигали фон. Работал до этого эффекта. Ой, Светлана Александровна, эффектов на самом деле очень много, и когда такие фишки находишь или додумываешься, это бывает очень здорово. Да, ну, коллеги, технические проблемы панорамные в этом случае. Да, Евгений Геннадьевич, может быть, да. Здесь самое главное... Ой, Ирина Владимировна, поздравляю, не знаю, что получилось, но я за вас рада. Да, если мы хотим вот в данном случае какие-то давать панорамы, то можно... Здесь самое главное, больше времени уходит на подбор картинки, а не на саму работу с презентацией PowerPoint. Значит, возвращаемся назад. Сейчас я вам покажу еще одну вещь. А, давайте прям оттуда, с рабочего стола, я ее вам и покажу. Сейчас открою презентацию, да. Так. И мы уже подошли с вами ко второму моменту, это использование эффектов анимации. В общем-то, здесь мы уже и начали, соединили вопрос фона с анимацией. Что можно делать с анимацией? Сейчас я вам покажу один слайд. Это слайд из моей рабочей презентации, которой уже не первый год пользуюсь, в разных группах, со студентами разных курсов и с магистратурой. Техника ведения хронометража, это итоговый слайд. Мы подводим итоги, формулируем правила ведения хронометража. Как выглядит этот слайд? Идет текст лекции, я рассказываю о правилах, и я запускаю этот слайд, который у нас все эти пять правил. Изображения появляются по времени, и под это время я даю некоторый текст, как делать правильно, чего не нужно делать. Все основные пять правил мы здесь перечисляем. То есть я не трогаю компьютер вообще, сейчас я его тоже не трогаю, я не включаю каждый объект, он появляется сам под те слова, которые я говорю. В чем плюс этого приема? Настроенная анимация под время, время появления каждого объекта, время задержки. Эффект неожиданности срабатывает очень хорошо, проверяла не один раз на студентах, они привыкают, что преподаватель щелкает по клавиатуре, или кликает мышкой, или работает с пультом, а тут вдруг ничего не трогает, оно само собой переключается. Такой эффект неожиданности срабатывает, привлекает внимание. В чем минусы? Да, ну и выглядит это, конечно, здорово, оно само собой переключается. В чем минус? Все-таки здесь есть минусы, и минус очень хороший. Малейшие изменения, так как я ее применяю в оффлайновом формате, малейшие изменения в ходе лекции, все летит. Не успели сказать, захотели добавить дополнительные фразы, а у вас презентация, то есть вы жестко себя привязываете к этому времени и смены, от появления объектов. Что-то не успели, все избивает, скомкается, и получается некрасиво. То есть, во-первых, на этапе создания такого слайда, он интересный, да, он хороший, но вот такие нюансы есть. На этапе создания этого слайда очень много времени уходит на тайминг, то есть четко должна быть составлена речь, четко должны быть подобраны слова, и от них отклоняться не стоит, потому что здесь идет счет на секунды, да. И время этого объекта от входа до появления следующего, оно четко, жестко регламентируется. То есть сидишь с секундомером, и такой вот тайминг, как при озвучке видеороликов, осуществляешь. Это трудоемкий процесс. Как можно, ну и опять же, сбои во время очных занятий, форс-мажор никто не отменял. Что можно сделать с этим слайдом? Вот сначала я его использовала так, потом я поняла, что это моя ошибка, все равно что-то происходит во время занятий. И я стала его использовать немножечко по-другому. Дается задание студентам, мы вспоминаем пять правил хронометража, и при появлении картинок они должны вспомнить, подумать, какому правилу они могут соответствовать. Здесь различные вариации в разных группах я даю. И тогда у нас это превращается в такую игру небольшую. Ну и заодно мы наши правила запоминаем. Сейчас я еще раз посмотрю. Что у нас идет в чате? Можно в конце сделать вопросы, ссылки на правильные ответы в презентации, оттуда возвращение к вопросам. Да, Евгения Юрьевна, можно. Вот это вот скорее про такой тестово-викторинный вариант. Да, это я вам покажу, как можно. Есть шаблоны, и я их вам дала. Там можно будет скачать оттуда как раз эти вот переходы, да, и кнопками переходов. Это презентация, сразу скажу. А, Наталья Владимировна, перечислите эти пять правил. Да, может, это вопрос ко мне или это комментарии к слайду? Да, перечисляем пять правил. И, ой, что-то я совсем перестаю понимать текст. Вот, Наталья Владимировна, английская раскладка пошла. Да, мы так в конце концов со студентами сделали. Они перечисляют эти пять правил под то время, пока идет слайд. Еще одна игра, которую мы сделали и используем на учных занятиях. Опять же, я говорю об использовании презентации во время учных занятий в аудитории. Да, но чаще всего мы там это и применяем по PowerPoint. Наталья Владимировна, это вопрос. Наталья Владимировна, это скорее уже к области тайм-менеджмента. Останется время. Расскажу. Ой, это надо все... Слушайте, коллеги, это здорово, что заинтересовались темой тайм-менеджмента. Я тогда на следующий вебинар вам предложу что-нибудь из области тайм-менеджмента. Хронометраж. Пять правил. Очень простые. В течение дня фиксируй. Делаем фотографию расходов своего рабочего времени. Выбираем второе правило. Выбираем тот носитель информации, который наиболее удобен для применения, для использования для применения, то, что приятно брать в руки. Здесь у нас целый комплекс. Два правила в одном. Никаких революций, никаких кардинальных изменений в ходе ведения хронометража мы не делаем. Наша задача наблюдать, фиксировать и фокусироваться. Следующее, четвертое правило. Делаем это систематично в течение хотя бы минимума недели. Тогда хронометраж будет работать и у нас будет достаточное количество данных. Ну и самое главное, новогоднее в тему, не забывая себя поощрять, то, что в тайм-менеджменте называется промежуточная радость. Здесь мы просто короткое правило говорим промежуточная радость. Ну а дальше уже пояснение этих правил и зачем они нужны, и что такое хронометраж. Это уже скорее в область тайм-менеджмента. Это немножко другая тема, чем сегодняшняя. Еще одну игру я вам покажу сейчас. Сейчас я перейду в полноэкранный формат. Дойдем. Вот они наши пять правил. И сейчас я тоже покажу, как с помощью простой анимации можно сделать подводку. Вот следующее задание, это у меня подводка к одной из тем. Подводка – это в тренерском сленге небольшое задание, небольшое упражнение, которое не требует большого количества времени, ну там от одной минуты до трех буквально. Является таким связующим мостиком между, например, двумя кусками теоретического материала, либо переход к теории, либо к большому заданию или упражнению. Вот такая небольшая подводка. Она нас подводит к чему-то. И ее задача скорее мотивирующая – привлечь внимание. Иногда вот такие небольшие задания, упражнения, они вставляются в те моменты мини-лекции или лекции, где идет большое количество теоретического материала. Задание давать еще рано, но вот какой-то такой маленький игровой момент, он нужен для того, чтобы аудитория, если начинает засыпать, то проснулась, либо ее замотивировать на дальнейшее выполнение задания. Ну вот такая вот небольшая подводка. Значит, обычно мы играем в аудиторном формате, там это происходит легче. Сейчас у нас такой удаленный формат общения, поэтому небольшой комментарий, что нужно будет сделать. Задание. Сейчас появится слайд. Он появится ровно на 4 секунды. Таймер времени установлен наверху слева на слайде. Там белые квадратики будут заполняться красным цветом. Вы можете следить за временем. Через 4 секунды слайд исчезнет, изображение на слайде. Ваша задача за это время успеть сосчитать, сколько горошин есть на слайде. И написать по истечении этого времени количество цифрами. Сейчас пишем в чат. Просто цифры. Если не успели сосчитать все, тогда пишите ваше предположение, как вы думаете, сколько по вашему предположению. Готовы? Поставьте плюсик в чат, если готовы. Так, не вижу, но слышу, что плюсики пошли. Ага, отлично. Ну тогда играем. Тогда отвлекаемся от всего на 4 секунды. И поехали. Так, 20, 35, плюс 15, 24, 17, 39, больше 20. О, шикарно, отлично. Спасибо, коллеги. Второе задание. 40. Здорово. Рекорд у меня был на счетеле 55. Рекорд мы еще не побили. Так, сейчас я вернусь обратно. Сейчас немножко у нас сбивается из-за того, что мне приходится переключаться между рабочим столом и презентацией. Так, еще раз мы его запустим. Вот он у нас, пустой слайд. Так, сейчас он у нас пройдет. Еще раз заново пройдем, но результат уже не учитываем. Все, дали свои результаты. Отлично. А теперь проверяем. Задание то же самое. Сосчитать, сколько будет красных горошин на слайде. Но маленькое дополнение. Не надо ждать истечения времени, пока слайд исчезнет. Как только сосчитали, сразу быстро пишите в чат количество. Не ждите, пока 4 секунды пройдут. Здесь у нас другое задание. Чем быстрее, тем лучше. Готовы? Поехали. Отлично. Ой, Светлана Александровна, не 30, а 25. А теперь давайте вернемся обратно. Так, сейчас я его открою. Посмотрите, сколько. Теперь он уже никуда не исчезнет. Можно спокойно сосчитать. 25. Вот такая небольшая подводка у нас идет в задании, в теме создания обзора задач, хорошего и эффективного обзора. И мы сравниваем два способа. В первом случае 4 секунды прошло, результатов было море, они были разнообразные. Кто-то посчитал, успел сосчитать все, кто-то не успел. В аудиторном формате нет возможности сделать скриншот, потом сидеть, считать время ограничено, нет возможности вернуться. Сейчас у нас немножко было, первый раз, честно скажу, в дистанционном формате пробовала эту игру и приходилось метаться между вебинарной комнатой и презентацией. Время этого задания в аудиторном формате где-то не больше трех минут. Первый раз посчитали, разные результаты, их записали на доске. Второй раз посчитали. Здесь я отмечаю, я слышала по клику, когда появился первый клик, это было истечение второй секунды. В аудиторном формате ребята громко, устно кричат сколько. Реакция в аудитории потрясающая. Казалось бы, простое задание, простая игра, но она вызывает, вот сколько лет я ее провожу, это уже такие легендарные горошины. Они ушли уже во многие тренинги моих коллег по тайм-менеджменту, они их используют на своих тренингах. На любую аудиторию работает шикарно, начиная от колледжа, заканчивая топ-менеджментом. То есть оно проходит быстро, оно эффективно и сразу идет выход на тему. Что мы сделали? Мы сделали простую вещь, мы упорядочили, мы создали некую систему и она работает. И мы время сократили на поиск нужного результата, на получение нужного результата. Мы сосчитали в два раза быстрее. В аудитории это вообще выглядит шикарно, когда к концу первой секунды где-то, полторы где-то, проходит такое рыдание по большевикам. А, о, идет реакция. Я понимаю, что они уже сосчитали, но вот где-то к концу второй секунды, к началу третьей, они только вспоминают, что было еще второе задание, надо громко крикнуть результат. Но это тоже, если не кричат, то это тоже тема к обсуждению. Почему мы забыли выполнить вторую часть задания? То есть здесь можно для разных тем использовать эту игру. Совершенно простая, совершенно такая легкая. Делается анимацией. Да, просто эффект анимации. Сначала, вот он слайд, прям уже заготовочка готовая. Вот он слайд. Делается счетчик времени. Я посмотрела это у своего коллеги много лет назад, как он делает счетчик времени на своих слайдах. И сделала вот такой же. То есть здесь просто я беру квадратики, делаю квадратик. Я рассчитываю на какое количество времени мне требуется вот этот счетчик. Есть у меня и на 15 минут. Есть у меня еще одно большое задание. Тоже там стоит со счетчиком. Там на 15 минут количество квадратиков больше. И просто вот это вот количество времени на каждый квадратик я его прописываю при настройке анимации. То есть по времени здесь идет по секундам, 4 секунды. И все, и вот за эти 4 секунды он у меня появляется. То есть вот такая вот достаточно простая вещь. И самое главное здесь вот сетка. В слайде сделать сетка, линейка, направляющая для того, чтобы правильно выстроить в квадратике наши точки, чтобы это было ровно. Вот в одном месте у меня там я вижу сбой произошел. Ну, здесь можно пользоваться опять же через вставку фигур. Можно сделать несколько квадратиков и по ним выстроить. Потом точки, да, потом квадратики удалить. Делается этот слайд, не скажу, что очень прям быстро. Если делаем первый раз с анимацией, работали мало или нечасто, то да, он потребует времени. Но здесь мы получаем выигрыш от многократного использования. То есть это время, затраченное на разработку этого слайда, на подготовку, оно окупилось вполне временем использования во время занятий. У меня на него ушло где-то минут... Да, да, Игорь, Беляев Игорь, прошу прощения, отчество не знаю. Да, принцип быстро здесь не работает на этапе разработки и подготовки. Но он окупается за время проведения тем эффектом, который он дает во время занятий. У меня ушло на него где-то минут 35 на изготовление слайда и еще минут 5-10 на тестирование и корректировку. Но все равно, да, все равно, все равно это не 4 часа, не 5 часов, в принципе, относительно быстро. Но, опять же, время окупается временем его использования. Еще одну вещь я вам покажу, что еще можно посмотреть. Вот, тесты и викторины. Вот здесь мы уже от таких простых игр переходим к более интересным, наверное, вещам. Более сложным, но не настолько. Покажу, как просто можно сделать текст или викторину. Ну, вот есть, кстати, готовый шаблон. Вот то, что я вам скинула в ресурсы, то, что вы скачали. Вот этот вот готовый тест, готовый шаблон для проведения тестов игры по принципу «Своя игра». Я видела много разработок, много примеров своих разработок в интернете на разных ресурсах. Сразу скажу, своей у меня пока еще нет. Вот в этом формате я игру еще не проводила. Вот тестовые у меня были. Я их вам сейчас покажу. Вот в этом формате еще не играла, но с живой аудиторией, да, для себя немножко попробовала. Это была интересная штука. Посмотрела разные разработки. Да, можно сидеть, можно делать. Но вот это тот случай, когда можно взять готовый шаблон. Я нашла вот такой готовый шаблон. Он есть в ресурсах PowerPoint. Он уже готов для использования. Его можно брать просто и заполнять своими вопросами. Ну, зачем тратить время на разработку, опять же, к принципу «быстро», если оно уже существует. Я его вам просто нашла и отдельно положила. Он настроенный, рабочий. Осталось только вписать свои вопросы. Как оно работает? Вот здесь всего три типа, четыре типа слайдов используются. Это главный, это вопрос, разбивка по категориям. Вот они категории цветами выделены. Это шаблон для вопроса и шаблон для правильного ответа. Все. И вот здесь как раз настроены вот те самые кнопки, кнопки переключения, перехода между слайдами. Вот выбирает участник категорию. Ему задается вопрос на 30 баллов. Если нужно, мы смотрим правильный ответ и из него возвращаемся в категорию. Если не нужно по каким-то причинам, мы просто эту кнопку перехода не нажимаем и сразу возвращаемся в категорию. Таким образом можно быстро провести игру. Шаблон я вам скинула на всякий случай. В одной группе мы такой тест пробовали делать с ребятами. Получилось нормально. Но единственный минус – здесь нет баллов. В самой программе он не учитывает количество баллов. Здесь это не встроено. Сделать можно, в принципе, но, опять же, нужно ли усложнять, можно посчитать и так. Это для аудиторной работы, для работы в оффлайне. Да, берите, пользуйтесь, он в ресурсах есть. Если кто-то еще не скопал, не скопал, не скачал, коллеги, забирайте. Да, мне он тоже понравился. Интересная такая фишка. Главное – рабочие. Уже настроенные. Вот это принцип быстро. Еще один эффект я вам покажу. Для оформления презентации тоже нашла в готовых решениях. Не делала. По изготовлению он достаточно сложный. Я посмотрела, там, повозиться придется. Но, опять же, к реализации принципа быстро. Можно взять и использовать то, что есть. Вот этот шаблон я вам тоже скинула. Это просто эффект. Он не листает книгу. Это без анимации. Но для оформления иногда можно, например, краткое содержание своей лекции в картинках здесь представить. Вот он, шаблон. Вот, например, замысел презентации. Вот все слайды здесь есть. Картинки в нем меняются очень легко. Если я, например, хочу поменять какую-то картинку, здесь важно только разгруппировать. Этот объект загруппирован. Мы его разгруппировываем. И я выбираю, например, вот эту картинку. Я хочу поменять. Я просто выбираю вставка рисунок. Ну, давайте какую-нибудь. Ну, вот эту возьмем. Выбираю картинку в своей папке. Вставить. Ай! И почему у нас не вставляется? Большой. Сейчас все-все попробуем. Эй! Эй! Вот. Заливка. Рисунка. Рисунка. Файл. Вставить. Все. Напугалась сама. Пошла по обычным путям. Сбилась на фон. Рисунка. Файл. Поменяю я его вот на этот. Вставляем. Да, все. Вот. Он меняет. Но опять же, смотрите, когда вставляем рисунок, он его будет урезать. Что-то будет не видно. Поэтому тоже подбирайте правильно все. И вот так вот можно поменять все рисунки, которые вам нужны. Шаблоны я вам тоже скидываю. Но по окончании не забудьте это все опять обратно сгруппировать. Да, так чтобы у вас не расползалось. Ну, так тоже можно пользоваться вот этим шаблоном, вот этого эффекта. И я его вам даю. Ссылку на шаблоны. Покопайтесь во встроенных. Можно посмотреть в встроенных шаблонах в PowerPoint. Второй, я не помню, откуда ты обрала, он, по-моему, не из встроенных шаблонов. Если он остался, там его можно взять. Наталья Владимировна, если именно эти шаблоны интересуют, у вас не получилось скачать, коллеги, вы можете мне дать знать. Я вам почту напишу или свой адрес в скайпе. В конце занятия можно будет там, я вам просто эти шаблоны тогда перекину. Или сделаю ресурс, куда, а, да, в группу можно будет прийти, я ее тогда туда выложу. Вы просто напишите там в группе на Facebook, что вам нужны эти шаблоны, я их просто туда выложу, и там их можно будет взять. Либо, если интересует Наталья Владимировна склад шаблонов, где они находятся, есть во встроенных шаблонах в Powerpoint, когда программу открываете, вот там посмотреть, и есть Powerpoint база этих шаблонов оформления, но динамических вот этих викторин там нету, там я их не видела, там чисто статические. Это я вам на следующий вебинар ссылку дам и в группу тоже ее размещу. И еще один момент, я вам покажу уже самое, наверное, интересное, это тесты викторины. Как можно провести тест или викторину и сделать это достаточно быстро. Так, сейчас я перейду сюда. Вот. Но тем более, перед Новым годом обязательно что-нибудь, какие-нибудь мероприятия общественно-творческие у нас будут. Делается очень быстро. Самый простой способ, опять же, с помощью той же анимации и триггеров. Самый простой. Ну, здесь без оформления фона, это уже красоту можно будет добавить. Я вам просто технически показываю. Кто автор картины «Грачи прилетели»? Вот мы смотрим картину, говорим «Перов». Проверяем. Нет, не «Перов». Ну, наверное, «Поленов». Нет, не «Поленов». Ура, мы угадали совраться. Количество плюс этого, это совершенно простой вот такой настройки викторины, там, теста, вопросов. Простота и быстрота. Сделается это очень быстро, на минут 20 максимум уйдет. Главное, картинку подобрать. Вот больше всего времени уходит на подбор картинок. А дальше просто текстовый блок, картинка. Делаем первый образец вариантов ответа. Оформили, дальше скопировали, вставили. Вот у нас получилось 4 блока. Здесь только поменяли фамилии, все. И дальше настройка анимации идет. Значит, минус такого быстрого варианта – это не онлайн-курс, это не онлайн-тест. Поэтому здесь, конечно, ограничены возможности. Но я предусматриваю, что он будет применяться в оффлайновом режиме при проведении занятий, когда мы сами устно все будем уже ручками, словами регулировать. То есть мы сами устанавливаем. Одна попытка у нас, две попытки или три. Вот здесь я дала три попытки. Кстати, мы можем посмотреть, что да, действительно, здесь только один правильный вариант ответа. Мы не обманули. Или что он есть, можно открыть, показать. А дальше мы сами уже регулируем правильность ответов, количество попыток и так далее. Как он… Второй вариант того же самого теста. Как это еще можно сделать? Вот, кстати, здесь кнопочку перехода я поставила на следующий слайд. Это кнопочка перехода по щелчку мыши. А вот мы перешли на следующий слайд. Еще один вариант, тот же самый тест, но здесь у нас уже не меняется цвет текста в варианте ответа. У нас появляются правильные или неправильные обозначения. Вот такие вот кружочки у нас выходят. Ну и на остальные то же самое. Вернемся назад. Я вам покажу одну вещь. Вот видите, здесь у нас кнопка перехода стоит в правом нижнем углу. Можно поставить в левый нижний, можно в верхний, но обычно внизу стоит. Работает она по щелчку. Настроено, что работает по щелчку мыши. А вот здесь, смотрите, кнопка перехода, видите, что произошло? Я не успела щелкнуть мышью, он перескочил. Он перескочил на совершенно другой слайд. Как это делается? При настройке, если вы пользуетесь кнопками перехода, настраивайте их, пожалуйста, внимательно. Потому что если вы выставите переход не по щелчку мыши, а при наведении курсора, то у вас вот такая вот вещь будет происходить. Как делается этот тест? Делается очень быстро. Мы сделали. Дальше мы настраиваем анимацию на изменение цвета текста. Анимация. А вот даже можем сделать еще один вопрос. Добавляем еще один вариант. Вот мы его добавили. Нарисовали. Переходим к анимации. Выбираем не вход, а выбираем вот здесь выделение цвет текста. Вот он сразу нам показывает, что цвет текста будет меняться. Вот у нас появилась, если у вас не открывается область анимации, когда вы с анимацией работаете, лучше ее открывать. Вот мы сразу видим, с чем мы работаем. Вот он наш квадратик. Вот меняется у нас текст, цвет текста. И теперь нам осталось только настроить то, что называется триггер. Это при щелчке мыши на этом квадратике, когда мы щелкаем, у нас изменяется в данном случае цвет текста, либо появляются какие-то объекты. В общем, все, что угодно. Происходит что-то. Как настроить этот триггер? Вот мы заходим в область анимации. Вот они, все наши данные по всем нашим ответам, вариантам, есть уже настроенным. И вот мы настраиваем еще один. Можно сделать вот так. Нажимаем выпадающее меню. Заходим в параметры эффектов. Во-первых, мы здесь можем поменять цвет текста. Мне не нравится оранжевый. Я хочу какой-то другой. Я хочу, чтобы он был, например, такой вот красный. Я меняю цвет текста. Теперь он будет у меня окрашиваться красным при щелчке мыши. Делаю эффект. И вот здесь время. Кстати, при смене текста можно сделать быстро. У меня стоит среднее. И дальше вот такая волшебная кнопочка, которая называется переключатели. Выбираем второй пункт. Начать выполнение эффекта при щелчке. И вот здесь выбираем, на кого должен, на что должен щелкнуть, где должен быть щелчок мыши, чтобы у нас этот эффект изменения текста сработал. Вот они все варианты у меня есть. Я выбираю у меня репин. Я выбираю репин. Нажимаю окей. И все. Теперь при нажатии на этот квадратик у меня будет меняться текст нужным цветом. Сейчас прям посмотрим, как оно работает. Проверим. Он стал красным. Неправильный ответ сразу видно. Вот этот эффект, то, что называется триггер. Мы поставили триггер выполнения. Триггер – это выполнение какого-то действия при выполнении условия, после выполнения какого-то условия. Можно его поставить еще и по-другому. Есть здесь такая хитрая вещь. Это значительно ускоряет процесс, когда у вас много вариантов, много ответов, много вводится объектов. Ну вот вдруг захотелось. Я хочу, чтобы вот этот ответ тоже был правильным. Например, у меня есть уже настроенный правильный вариант правильного срабатывания этого триггера. Я просто его выделяю, этот объект. Нажимаю «Анимация по образцу». Точно так же, как есть в Word. Формат по образцу, а здесь анимация по образцу. Если забыли, как это делается, вот подводим клавишу, он нам краткую справку пишет, как это сделать пошагово. Выбрали объект, который мы хотим скопировать. Все. Вот у меня переустанавилось. Теперь у меня это тоже правильный ответ. И вот я проверяю. Даже можно не выходя в полноэкранный формат. Вот. Нет, неправильный ответ. Я хочу поменять. Опять раз. Выбираем образец. Анимация по образцу. Просто щелкаем по объекту. Все. Вот если вам нужно установить очень много таких повторов, переходов, таких вот, много вариантов ответов или вопросов, то можно делать вот с помощью, настроить один раз триггер, даже два раза в случае викторины, правильный и неправильный ответ. А остальные уже делать как анимация по образцу. Ну, вот то же самое делается вот здесь, с кружочками. Ну, вот они настроены. Я настроила два. Остальные два просто по образцу вот этого неправильного. Еще раз. Я делаю объект. Я настраиваю на него анимацию выцветания. В настройках вот здесь, в параметрах эффектов, время, переключатели, начать выполнение, если щелкнул сюда, то окей, он у меня настроен. Этот я настраиваю точно так же. А остальные два, анимация по образцу от этого. Все. Фактически за 5-7 минут можно сделать вопрос викторины, а может даже и быстрее, если самое главное иметь уже готовый вариант заранее прописанных вопросов, ответов, вариантов и продумать, какие картинки сюда вставлять, чтобы на этапе разработки, вот на это много времени не тратить. Коллеги, еще... Спасибо большое, что здесь поддерживаете, объясняете, как скачать, где взять. Коллеги, еще такой вопрос. Еще одну игру показать, тестовую? Как у нас со временем? Показать. Отлично. Тогда показываю самый простой тест, а как его сделать подробнее. Просто время заканчивается, у меня сегодня еще совещание предстоит, поэтому мы полтора часа, наверное, больше полутора часов точно не просидим. Поэтому я вам покажу сейчас тест, а подробнее, как его сделать, наверное, на следующем занятии я вам уже покажу, и как он делается, и какие еще есть приложения, как это можно сделать. Договорились? Чтобы сейчас нам долго не пересиживать. Так, слишком много информации не загружать. Так, почему у нас? Не хочет он переключаться. Так, и вот такой вот небольшой тест по… Это тест из тайм-менеджмента. Нужно правильно ответить на вопросы, и здесь мы набираем ключи за правильные вопросы, за которые следует бонус. Здесь мы можем набрать три ключа. Один ключ у нас в первом вопросе, и второй ключ, и два ключа у нас во втором. Так в тайм-менеджменте называют воров времени. Сразу методически. У нас есть одна попытка здесь. Время на… Это не онлайн-тест, поэтому под время он не настраивается. Время мы… Если необходимо, мы регулируем сами, говорим, например, на каждый вопрос не больше одной минуты. Там в групповом формате обсудите, дайте вариант ответа. Либо каждому. То есть здесь под время не настраивается тест, но можно настроить под время показа слайда. Вот как я вам показывала, индикатор времени можно установить здесь и дать в пометках, если вы хотите с помощью презентации, например, удаленной или не в оффлайн-режиме, проводить тестирование. Ну, я хочу, по-моему, все-таки воспользоваться, настроить онлайн-тест. Ну, если вдруг, то вот как выход, да, это вот индикатор времени ставить на слайд. Как называются воры времени? Выбираем хронофобку. Не угадали. А если так? А, 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 а уже все. Да, у нас одна попытка, мы ее поиспользовали. Возврата здесь нет. Кстати, могу сказать, методически здесь есть возможность возврата опять к вопросу и опять попробовать его пройти опять же с одной попыткой. Это вернуться назад. Нам остается только продолжать. Один ключ мы потеряли. Выделите в списке все жесткие задачи. Вот здесь, смотрите, уже две попытки. Если все ответы будут верными. Здесь и несколько вариантов ответов. Вот я вам показываю два варианта, которые можно сделать для тестов. Здесь только два варианта используются. Это одиночный выбор и выбор нескольких верных ответов из множества. Так, какой у нас правильный ответ? Сейчас попробую вернуться. Хренофаги, хренофаги, хреноеды. Ольга Юрьевна, спасибо большое. Да, круто, круто. Такого еще у меня не было. Прям беру, Ольга Юрьевна, отдельная благодарность как от тайм-менеджера. Да, хреноеды, это круто. Как их только не называть, бедных. Два, четыре, два, три, один, два. Пошли варианты ответов. Народ уже начал играть. Здорово. Игра пошла. Один, четыре, два, четыре. Давайте смотреть правильные ответы. Давайте смотреть правильные ответы. Если у нас ничего не сбилось. Сбилось. Так, сейчас я долистаю. Почему-то у меня не работает. Приходится вот так. Да. Значит, смотрите. Ну, я дам подсказку. Мы вторую попытку сохраним. Дать отчет сегодня в 17.00. Это жесткая задача. Она привязана ко времени. В 15.00 собрание отдела. Это жесткая задача. Она привязана ко времени. Сдать отчет до вечера. Это не жесткая задача. Это приоритетная, но гибкая. Сдать отчет до 17.00. В заблуждении очень часто нас вводят вот эту цифру в конце. До 17.00. Но сравните в 17.00 и до 17.00. Вот это то же самое, как сдать отчет до вечера. Это может быть приоритетная задача, но у нее нет. Она не жестко привязана ко времени. Значит, она жесткой не будет. Жесткая и обязательная – это разные вещи. Проверяем. Такой вариант у нас был первый. Четвертый. Я видела, кто-то из наших участников молодец и ее дал. Проверяем. Ура! Мы выиграли. Все. Два ключа наши. Точно. Ну и третий ключ даю за активность и за включение в игру. Дарю третий ключ. Тем более правильные ответы у нас в чате там были. Хорошо. Будем считать, что мы его тоже получили. Смотрите, что еще здесь есть. Есть возможность написать, например, комментарии к верному ответу. Вот здесь комментарий написан. Можно его прочитать. Ну и плюс правильно-неправильно он его дает здесь. Еще один минус этого теста – англоязычные. Вот эти настройки, они не меняются, к сожалению. Я бы поменяла с удовольствием, но пока не могу это сделать. Они не меняются, они так и будут. То есть вот эти вот управляющие кнопки, результат окончательный. И указатель попыток. Да, кстати, мы еще одну попытку с вами сэкономили. Вот они уже настроены по умолчанию. Туда в жесткие настройки в программирование я не лезла этого приложения. Тем более оно чужое. Как выглядит этот тест? Как его можно сделать? Вот он в режиме редактора. Я его вам открываю. Во-первых, можно вот это увеличивать, уменьшать. Да, растягивать, как нам нужно. И достаточно простой интерфейс. Русский язык он воспринимает. Вот записываем сюда вопрос. Дальше варианты ответов проставили. Отмечаем правильные, неправильные. Сколько у нас здесь? Вот здесь регулируем с одним. Один вариант. Несколько вариантов правильных. Хорошая кнопочка здесь есть – перемешивание ответов. То есть каждый раз, если вы повторяете этот тест, вопросы и ответы будут на разных местах. Это хорошая вещь. Если мы даем несколько попыток, чтобы не запоминали, какой по счету вопрос правильный. разрешить возврат, если мы нажмем… Ах, закрывает у меня. Если мы нажали, отвечаем неправильно, проверка. Вот видите, у меня повтор появляется. Хотя я здесь даю одну попытку, я все равно могу вернуться. Еще раз одна попытка. Я опять возвращаюсь к этому вопросу, да, и могу его еще раз пока не отвечу правильно. Вот они, вот они, шинофаги. Вот. Ура, наконец-то мы его прошли. То есть если нужно, то мы это тоже можем настроить. И устанавливаем лимит попыток. Да, если что-то… Вот написать ответ, как вот здесь, комментарий к ответу. Вот мы щелкаем вот сюда и пишем вариант. Здесь он у меня написан, поэтому я могу его править. Вот могу дописать сюда, что неправильно. И какой-то комментарий написать, почему, например, неправильно. Вот и все. И наш тест готов. Значит, по ограничениям, какие здесь есть. Здесь можно управлять, здесь можно вставлять картинки, кстати, в вопрос. Можно копировать. Вот со шрифтами здесь хуже. Так как это бесплатная версия, она бесплатная, то здесь, естественно, будут ограничения. Только те шрифты и только тот размер, который, как я вам показывала, на слайде есть. Пробовала менять, он не меняется, кнопки не рабочие. А вот здесь, здесь работает. То есть можно зачеркивать, работа с текстом, она здесь есть. Ну, плюс введение индексов, тоже есть вставка символов. Можно вставлять, то есть не только для гуманитарных каких-то дисциплин, можно его использовать. Ну, вот такой вот простой совершенно тестик, который нам очень быстро можно настроить. Ну и, пожалуйста, два типа вопросов, по крайней мере, можно хороший тест провести. Где взять приложение? Значит, смотрите, где взять приложение в презентации. Я вам сейчас покажу. Это приложение. Это приложение к программе PowerPoint. Сейчас покажу, как оно называется. Взять его можно вот здесь. Значит, смотрите, где брать дополнительные приложения, которые помогают нам упростить работу и применять вот такие фишки для работы с PowerPoint. Вкладка «Вставка», «Магазин». И вот здесь выбираем. Что это за приложение? Выбранные приложения у вас загружаются вот сюда. Мои приложения. Ага, здесь у меня открыта вставка. Сейчас будет долго грузиться. Вот он, Multiple Choice Quiz. Когда открывается магазин, у меня что-то долго он сейчас загружается, поэтому я не знаю, откроется или нет. В поисковую строку просто вводите название этого приложения. Да, вот он. Вы здесь в поиске просто вводите, и он вам их показывает. Вот он, Multiple Choice Quiz. И он дает вот такую хорошую штуку. Хороший тест позволяет нам сделать. Значит, в магазине есть еще один тест, который очень часто рекламируют в интернете. Попадалось это приложение в нескольких обзорах, в нескольких статьях. Classroom. Что-то такое Classroom. Не загружается. У меня, по крайней мере, не получилось его загрузить. Несколько раз пробовала. Дает ошибку. То ли сайт не существует, то ли что-то, то ли денег требует. Вот это приложение бесплатное. Просто когда будете грузить с магазина, обращайте внимание, потребует он с вас плату или нет. И я стараюсь сюда брать только бесплатные приложения. Вот они здесь есть. Вот это не пошло у меня. Я его поставила, но коммуникация с аудиторией не загрузилась, не работает. Вот этот тоже очень долго грузился, тоже не пошел, но надо попробовать. Вот это хорошее приложение. Это для картинок. Кстати, Pixabay свое приложение для PowerPoint сделал. Для того, чтобы не лазить по различным ресурсам, не переключаться. Когда мы ищем нужные картинки, можно прямо отсюда. Вот я его нажимаю. Это ресурс бесплатных фотографий, бесплатных иллюстраций. Если я хочу вставить какую-то картинку на слайд, мне не надо теперь выходить, открывать, смотреть, открывать этот сайт, искать там, я это могу сделать сразу из презентации. Вот отсюда и ищу. Да, причем и русскоязычный он тоже воспринимает как обычный Pixabay. Все, я вот нахожу какую-то нужную мне картинку. Да, и просто копировать ее отсюда, вставлять на слайд, это очень просто. Щелкнули по картинке, он ее вставил. Вот сколько нужно картинок, вот я столько сюда и не вставляю. Это очень быстро и значительно сокращает работу по поиску, по отбору изображений, не ввозе, не открывая дополнительные вкладки, ресурсы сайта, а дальше с ними уже работаем. Здесь большой достаточно выбор. Вчера посмотрела, вот смотрите, здесь около 50 страниц, если не больше, можно открыть. Область анимации уберем. Ну, вот, в принципе, можно подобрать то, что можно взять для себя. Вот тоже самое Pixel Freestock Photos, Picket Free Images тоже, да, вот это вот хорошее ресурс. Вот три пока у меня ресурса, которые прямо так же, как Pixabay, открываются. Их открывать можно прямо здесь несколько. Если в одной картинке не нашли, можно поискать на другом ресурсе. Да, и точно так же у них один способ установки. Щелкнули по картинке, она вставилась сразу на слайд. Ну, а дальше мы с ней уже работаем. Единственное, что здесь я пока вот на Pixabay, если на самом сайте я могу регулировать размер скачиваемого изображения, здесь они все идут одного размера. То есть там я могу выбрать побольше, поменьше разрешение, здесь этого нет. Ну, быстрота требует некоторых жертв, наверное. Ну, вот еще вам одну такую фишку сегодня показала, как это можно сделать. И еще раз, мои приложения, какие ресурсы, вот это Emoji тоже интересный, такой забавный ресурс, вставка смайликов сразу на слайд. Очень часто мы либо где-то их ищем, да, ну, пожалуйста, вставили. Можем вообще изображать изображение, размер изображения выбирать разное. Вот, пожалуйста, повесь экран смайлик. Это слишком большой. Ну, вот. И вот можно очень быстро перетаскивать, не копируя через рисунок, вставку, рисунок. Скопировали сначала к себе, откуда-то из интернета, еще скриншотов понаделали. А здесь вот оно уже все встроено и моментально вставляется на слайд. То есть мы минимизируем потери времени, потери сил, исключаем лишние действия. То есть у нас идет такое бережливое производство слайдов. На все, в принципе, бережливое производство мы здесь реализуем. Вот эта вот вещь называется Emoji. Emoji Keyboard тоже в приложениях есть. И ваши приложения, которые вы из магазина берете, они будут жить вот здесь. Мои приложения, когда что-то нужно, зашли, открыли, вкладка «Вставка». И можно пользоваться всеми благами цивилизации. Ну, что, коллеги, тогда, пожалуй, все мы с вами успели посмотреть. А пока с рабочего стола я останавливаю. Так, и последнее, что у нас на сегодня остается, это, ну, во-первых, три ключа мы с вами набрали. Три пункта мы с вами прошли, остальные ключи будем добирать 28-го. Да, поиграем. И последний совет на сегодняшний день. И смотря на такое большое обилие различных приемов, различных эффектов, все-таки следует соблюдать баланс в нашей презентации в соответствии с теми целями и задачами, для которых она предназначена. Если это защита курсового дипломного проекта, то, конечно, от анимации все вот эти эффекты, нужно подумать сто раз, будут ли они здесь уместны. Потому что при показе, может быть, и сейчас с показом рабочего стола у кого-то притормаживало, могут происходить казусы. Был у нас такой казус, напоследок расскажу, когда студентка сделала на защите курсового, слава богу, недипломного проекта, всю презентацию с эффектом пишущей машинки, печатной машинки. Вот весь текст на всех слайдах ее презентации появлялся по эффекту пишущей машинки. И еще со звуком. Ей казалось, что это очень здорово. Да, у нее на компьютере это работало хорошо, но когда она стала показывать на самой защите, то пишущая машинка тормозила очень сильно. И эффект получился скорее отрицательный, чем положительный. В общем, и ей нервов это добавило, и комиссии. Несколько неприятных моментов переживаний. То есть эффект не сработал. Поэтому не перегружать презентацию эффектами. Самое главное, все должно соответствовать тому замыслу, который у нас есть первоначально, и для которого презентация собственно и создается. Поэтому, коллеги, вот это последний совет на сегодня. и даю вам… Ой, не даю. Не даю. Так. Слышу вам. Сображение объекта. Да, под адрес нашей группы здесь. Так, так, так. Сейчас я его попробую вытащить. Ага, сейчас я его вам дам сюда. Эта группа на Фейсбуке. Называется она, правда, группа для авторов публикации, потому что у нас еще и… Есть вебинары по оформлению публикации. Так, всю ссылку, по-моему, скачалась, должна была… Да, вставилась ссылка в чат. Поэтому мы не стали пока переименовывать эту группу. Вот как она есть, так она и есть. Поэтому по библиографии, по оформлению работ мы тоже там будем контактировать. И плюс, чтобы не плодить сущности, я думаю, что по всем темам вебинаров, которые я веду, ну, наверное, имеет смысл одну группу сделать. Поэтому, если какие-то вопросы можно туда попросить презентацию, у кого-то что-то не открылось, там эффекты, шаблоны, пожалуйста, тоже пишите в группу. Я буду стараться вам это все туда тоже скидывать, чтобы можно было воспользоваться. Ну и своими впечатлениями тоже можно там делиться. Коллеги, на этом мы с вами сегодня, наверное, заканчиваем. Вторая часть вебинара, Ирина Сергеевна, да, у нас будет 28 декабря. Я прям, можно сказать, почти в новогоднюю ночь, почти подбой курантов. Поэтому рада буду увидеть всех, кто придет к нам. Так, последний раз в этом году встретимся. Ну, а с теми, кто не сможет, по понятным причинам праздничного настроения, 28-го к нам присоединиться. Я сейчас хочу поздравить с наступающим Новым годом, пожелать всего самого-самого прекрасного, доброго, светлого, чтобы ваши мечты исполнялись. И хочу поблагодарить вас за то, что вы были с нами все это время, весь этот год. Ольга Юрьевна, с наступающим годом, ничего страшного, зачет это святое. В следующем году мы с вами обязательно еще встретимся, записи все равно будут. Даже те, кто не сможет участвовать, регистрируйтесь, записи пришлют, посмотрите. Вам большое спасибо за сегодняшнюю активную работу, за такое активное включение в игру. Рада была увидеть среди участников знакомые фамилии, особенно Татьяну Валерьевну Зальцман хочу поприветствовать и поблагодарить за сегодняшнее участие в вебинаре. Это моя заведующая кафедрой социальной работы в ПСТГУ, где сейчас я пока не работаю, но контактов стараюсь не терять. И очень-очень благодарна Татьяне Валерьевне за все, за то, чему я научилась на кафедре. И Татьяна Валерьевна, спасибо, что отозвались в чате. Очень рада была сегодня с вами встретиться здесь, хотя бы в виртуальном пространстве. На самом деле и работа на кафедре мне очень много дала, и многое из того, что я сегодня показывала, я пробовала со студентами именно в ПСТГУ, за что я и студентам, и всему коллективу нашей кафедры дружному очень признательна. Рада видеть, здесь была еще Наталью Чеклину, с которой мы при подготовке к вебинару очень активно общались, и она отвечала на мои вопросы, и кое-что тоже смотрела, задавала вопросы, и некоторые из элементов, эффектов и моментов сегодня рассказанных здесь, это было по ее инициативе, спровоцированной ее вопросами. Так что, коллеги, в группу тоже пишите, обращайтесь, если будут какие-то пожелания по темам вебинаров, по вопросам, что-то нужно узнать, рассмотреть поподробнее, пожалуйста, пишите в группу, мы на это будем, я тоже на это ориентируюсь, чтобы давать вам тот материал, который вам интересен. Итак, еще раз всем большое спасибо, всех с наступающим, хороших праздников, отличного настроения, и до новых встреч! Ну, наверное, передам все-таки слово Павлу Юрьевичу. Спасибо, Татьяна, спасибо всем, принявшим участие в нашем вебинаре. Напоминаю, что 28-го числа будет вторая часть, 28-го декабря будет вторая часть данного вебинара. Приходите, кто хочет, ну и приходите на все наши остальные вебинары тоже. На этом наша вебинарная неделя заканчивается. Хороших вам выходных, встретимся на новой неделе. Субтитры создавал DimaTorzok